Знакомьтесь, это Велит, блогер, рассказывающий на своем канале о прохождении боссов серии игр Dark Souls вот уже в течение нескольких лет. Вполне интересный, маленький, уютный каналчик с узкой темой. Но чу, что это такое? Кажется, его тема стала немного шире. Как построить созидательное общество, как изменить мир, как вытащить машину из грязи с помощью дамкера. А, нет, стоп, это нормально, но вот остальное меня насторожило. Ну что, разлучит позитивно, подумал я и решил взглянуть, что же нам такое говорит сам Велит, а также его знакомая, названная Екатериной. И, хоть я и дослушал честно до конца, с первых секунд становится ясно, откуда растут ноги. Да, не нужно быть поваром, чтобы распознать, что еда протухла, как и не нужно наступать на каждую мину, дабы убедиться, что и это тоже рванет. Поздравляю тебя, Велит, ты попал в секту. Нет, не в формальную, где бог это золотой телец в разных формах, типа, стань успешным за полчаса и заработай свой первый миллиард, не отходя от кассы. А в самую настоящую религиозную секту. Да, по-моему, это забавно, вам так не кажется? Мне вот кажется. Поймите меня правильно, мне по барабану, чем занимается отдельно взятый блогер. Кто я такой, чтобы указывать ему, что делать на его канале? Однако, меня не может не смущать тенденция. Помните, возможно, был такой забавный политический блогер Иван Победа, делавший очень качественные и воодушевляющие ролики? Помните, призывал верить в себя, в свою страну? А потом Иван вдруг реверсировал свою фамилию и, заявив нечто размытое о том, что в жизни может все измениться, превратился то ли в мистер Крипли, то ли в его подмастерье, то ли еще в какого-то гомункула. И теперь он рассказывает людям о криптомире будущего, о мире без границ, без государств, где наши права не будут попраны, а финансовая структура будет стабильной и безопасной, где все будет хорошо, куда ни плюнь. Хотя, если присмотреться, его призыв больше похож на очередное МММ с поправкой на современной технологии. Канал загнулся, туда ему и дорога. И вот теперь Велит решил заняться подобным. И, боюсь, это не единичный случай, их на самом-то деле сотни. Тенденция такова, что вдруг не стало ни всего, те или иные блогеры решают, что сознание их аудитории это унитаз, куда можно выливать столь ценные, а если говорить без сарказма, пагубные идеи. Но, погоди, скажете вы мне, нельзя же обвинять одного человека за то, что он сделал нечто похожее на деяние другого человека? Может, этот самый Велит действительно говорит что-то дельное? Ну, давайте немножко послушаем. Увы, я уже наслышан о любви подобных сект, бороться с инакомыслием страйками, поэтому, чтобы меня не приплели завторское право, я иду на хитрость. Мимикрирую подреакционное видео, в связи с чем в углу экрана можете наблюдать мою реагирующую на что-то там свое рожу. Привет, ребята! Сегодня я хочу предложить вам идею, которая позволит в кратчайшие сроки изменить наш мир и наше общество в лучшую сторону. Ну, что там мир, вот чтобы каждому из вас, друзья, стало жить лучше, чтобы у вас всегда были деньги, еда, крыша над головой, здоровье и свободное время на любое увлечение. Ну, то есть раз в неделю или два в предложение на телефон приходит уведомление о предлагаемых инициативах, подробное описание, что они дадут, сколько средств и времени потребуется, кто будет исполнителем. И все мы, люди, голосуем и участвуем во всем, что происходит в нашем обществе. Законы, внедрение технологий, строительство городов, открытие границ, полеты на другие планеты и так далее. То есть каждый из нас реально имеет ту власть, которая прописана в конституции наших стран и реально участвует в жизни нашего общества. Поэтому нам всем нужен другой путь, эволюционный, постепенный, путь объединения на базе ценностей человеческих жизней. А значит, уважение, помощи, человечности. А это и есть 8 основ Созидательного общества, о которых вам уже рассказывала Катя. И первый шаг, он одновременно очень простой и сложный. Нужно понять важность объединения и то, что это возможно. И для начала зарегистрироваться на платформе АЛЛАТРА ЮНАЙТЕС, чтобы поддержать идею Созидательного общества. Нас уже миллионы тех, кто присоединился к этой идее и каждый день воплощают ее в жизнь. А чем больше нас будет, тем быстрее все мы заживем лучше. Намного лучше. Одна из которых – свобода. То есть право выбора, наделения при рождении каждого статусом человека, для которого все права, свободы и блага с возможностью утратить этот статус за посягательство на жизнь и свободу другого человека. Если это реализовать, тогда можно будет подъехать к магазину и оставить ключи в замке зажигания, потому что никому и в голову не придет посягнуть на чужое. Ведь наказание будет не просто штраф, а работая на благо других людей. Например, уборка общественных туалетов в яркой жилетке. Давайте введем моду на взаимоуважение, честность и доброе отношение друг друга. Следующая основа – это развитие личности. Следующая основа – это справедливость и равенство относительно природных ресурсов и их распределения. Лично я хочу жить в таком мире. И главное, современные технологии позволяют это все реализовать, если решения перестанут приниматься только лишь отдельными людьми, сильными мира сего. А для этого нам нужно перестать молчать и цивилизованным, мирным путем объединения, формирование общественного запроса, поменять наше мироустройство. Как мило. Извините, что полностью не показал эти ролики, но поверьте, там не на что смотреть, они все как под копирку. Все эти ролики говорят об одном и том же. Мы за все хорошее против всего плохого. Ну то есть программа для самых-самых тупых и нетребовательных, не задающих вопросов, ибо не умеющих критически мыслить граждан. Мы делаем мир лучше. Мы за мир во всем мире. Мы за свет, за созидание. Знаете, болтать можно все что угодно. Как говорится, одна вода, ты мне мясо, мясо давай. Поэтому я пошел за мясом в комментарии, вопрошая, мол, а будьте добры, помедленнее записываю. Скажи-ка мне, друг, чем конкретно вы занимаетесь? А еще лучше, что конкретно вы сделали? А главное, откуда на все про все берете деньги? Кто вас, так сказать, финансирует? На что мне был дан честный ответ в стиле Эскобара? Тексты пишет нам никто. Мол, никто нас не финансирует. Сами берем и делаем свободное от работы время. О как! Мол, я человек честный, мы тут, знаете ли, за добро, за мир, как вы, смысл мне врать. Вы когда-нибудь разговаривали с сектантом? Нет? Вот вам повезло, поверьте. Но остальные вопросы по поводу того, что именно вы сделали, была лишь-то она отмашка, мол, иди нафиг, ну, в смысле, на сайт. И там смотри. Хорошо, хорошо. Все непременнейшие, воспользуясь вашим приглашением. Потом. Хотя, казалось бы, чего сложного написать. Мы сделали то-то, то-то и то-то. Наверное, потому что, как я предполагаю, господин Велит и сам не в курсе. Ему задурили голову лозунгами, используя для этого элементарнейшие манипуляции тегами. Просто почаще употребляйте такие слова, как добро, свет, душа, бог, даже если вы в бога не верите, созидание, мир. Что я нахожу весьма ироничным. Позже расскажу, почему. Все эти слова в определенных контекстах являются обобщающими, а в отрыве от контекста не значит вообще ничего. Ну, согласитесь, кто всерьез скажет про свою организацию, мол, мы творим зло, разрушение, мы сеем хаос и раздоры. Нет, все давят на добро, куда ни посмотри. Одно везде добро прямо из ушей лезет. Ба, а как же тогда отличить добро от того, что под него умело или не очень мимикрирует? Ну, однажды Иисус, которого, разумеется, не существует, мы ж не веруны какие-то, правда, да? Сказал, по делам их, узнайте их. И вот мы возвращаемся к сути. Понимаете, если написать, мы собрали немножко грошей для больницы и провели эту акцию аж три раза за все время нашего существования, это несколько лет, если что, возникает вопрос, а что вот без вступления в секту, без покупки ваших книг, общественных собраний, пропедей в стиле РАН-ТВ, этого сделать нельзя было? Вот потому и остается рассказывать о добре и созидании. К слову, на мой вопрос были комментарии от других людей, только их сейчас не найти, ибо... Не знаю, почему мой не удалили, может, из-за галочки. Я знаю, некоторые считают, это не камильфо, а таких знатных посетителей удалять, вроде меня. Я сам, правда, иного мнения, но меня никто не спрашивал. Может, комментарий был оскорбительным? Да нет, скорее неудобным. И я решил посмотреть, а что же скажут сами зрители, особенно согласные, это всегда любопытно. Ну, тех, что жалуются на отсутствие роликов по Дарк Соус, пропустим. Ага, вот, спасибо за толковое описание проекта Созидательное Сообщество. Вау, девушка пять минут вливала нам про добро и позитив, а кому-то больше и не надо, смотрите-ка. Хорошие люди с добрыми идеями, спасибо вам, присоединился на Созидательное Общество. А знаете, у кого еще были хорошие идеи для своего народа, для своего общества? Да, был один такой с усиками, ну, не просто ж так ему рукоплескали десятки тысяч человек, правильно? Одно лишь наличие добрых идей ни на что не влияет. Вот, к примеру, у меня есть добрая идея накормить, скажем, голодающих в Африке. Все хорошо, пока не выяснится, что для этого я убью, расчленю и приготовлю жителей какой-нибудь городка. Улавливайте. Но эти отзывы не так ярко отражают суть происходящего. Один из постулатов Созидательного Общества – мы угнетаемы. Наши гражданские права попраны, нам не дают ими воспользоваться. Потому что вся власть и материальные ценности в руках у кучки людей, у каких-то там магнатов. Да, спасибо. Их идея – самоуправление общества, без государств. Хм, разве это не называется анархия? Видели мы это самоуправление, стоит властям зазеваться, начинаются погромы и рост преступности. Да, многие любят вопить об отсутствии свободы и желании жить без кнута власти. Но стоит получить в подворотне по голове, или встретить заплаканную изнасилованную на улице жену, или навестить в госпитале маму с пробитой головой, как мы тут же начинаем уповать на правительство, на его псарню, на этих тиранов, на этих... Тьфу, вот еще буквально вчера поганых мусоров, врачей-убийц, а теперь уже на нашу последнюю надежду. Ведь государству нам всегда что-то должно. И оно действительно должно. Так устроен мир, испокон веков, так устроены мы, люди. Но приходит созидательное общество и начинает рассказывать, что нет, все не так. Изумительно. Вы не находите? О, а вот мое любимое. Страна на дне. Я молчу про медицину, про коррупционеров, полицейских, подкупных судей, низкие зарплаты, низкий прожиточный минимум цены, повышенный детский суицид. Тут новый президент нужен и вообще правительство. Другое не поможет. Наверное, тут еще нужны другие учителя русского языка. И что же отвечает наш товарищ Велит? Вот, видно, что ты в теме. Вот как все просто. Вот, собственно, кто и подтягивается под такие вот лозунги и встает под флаг. Все пропальщики, у которых рашка всегда парашка, жить всегда невозможно. Но вещают они почему-то не из домов для бездомных, а из своих теплых квартир, под которыми стоит, скорее всего, дорогая машина, потому что все машины, в принципе, дорогие. Собственного смартфона, снабженного собственным интернетом. Да. Хотя названное есть далеко не у всех в мире. Далеко не у всех. Но Россия, конечно же, на дне. И таких все пропальщиков тоже ждут в подобных сектах с распростертыми объятиями. Потому что кто, как не они, словно темные пророки из Darkest Dungeon, будут вещать о том, что все плохо, понижая моральное состояние людей. Чтоб потом, на фоне всей этой мнимой разрухи, Фениксом восстало Созидательное общество. Хотя, что это я все Созидательное общество, да Созидательное общество. Должно же быть у него название. И да, оно есть. АЛЛАТРА. РА, на конце, видите ли, с большой буквы, потому что РА ведь это же свет, не так ли? Помнится, Михаил Николаевич Задорнов, Царство ему Небесное, точно так же проповедовал со сцены про все вот эти вот РА, свет и прочее дневоязычество. А спустя всего пару лет все это воплотилось в качестве государственной или, во всяком случае, яро поддерживаемой государством общественной идеологии на Украине. И уже оттуда полились сакральные знания, что это у них там сплошные РА, сплошной свет, что это они, высшая раса, что это они существовали прежде всех, и все языки пошли от украинского. Я не слышал, что на это ответил сам Михаил Николаевич, так как к тому времени его уже давно не смотрел. Но если вы вдруг видели его реакцию, пожалуйста, скажите мне, он хоть понял иронию? До него дошло? Ну так вот, АЛЛАТРА. Вы думаете, я случайно сказал про Украину? Нет. АЛЛАТРА основана именно там. Вообще, забегу вперед и скажу сразу, я не стану заниматься разоблачением этой секты раскопками калацтойников. До меня это прекрасно сделала Алена Намлиева, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Я оставлю ссылку на ее расследование, можете ознакомиться с фактами. Но кое-чего все же я коснусь. Мне же тоже любопытно, правильно? Потому что вот поискал я по ютубу отзывы об этой самой АЛЛАТРА и да, нашел аж целых два АЛЛАТРА непринадлежащих. Одно от Димы ТДТВ, второе от Человека, о котором я до сих пор ничего не слышал. Все остальные отзывы принадлежат самой АЛЛАТРА. Да, именно отзывы. У них даже был специальный канал, который саркастически мимикрировал под отзывы. Он так и называется, АЛЛАТРА СЕКТА, где под якобы саркастическими названиями в стиле столь же лживой, сколинадоедливой баннерной рекламы скрывались такие же рассказы за все хорошее от них самих. Потому что они знали, что люди по-любому будут искать эти словосочетания в сети и по идее наткнуться на еще одну агитку. Правда, судя по статистике канала, люди не сильно-то искали. А про то, СЕКТА ли это, мы поговорим позже. К слову, обратите внимание, как справедливо вопрошает один из комментаторов. Скажите, а каким образом ваше добро с наклейками повлияет на катаклизм вопрошительный знак, вопрошительный знак, вопрошительный знак? Аж четыре вопрошительных знака! Значит, человек изнывает от желания получить ответ, и он получает. Ответ на простой вопрос, как ваше трехомутие поможет миру, следующий. Привыкнет делать каждое текущее дело как самое важное. Нет дел мелких, всякое дело составляет или утверждение жизни, и тогда оно является сотрудничеством с нею, ибо оно является унылой мыслью о себе, то есть отрицаем непониманием основного закона существования на земле. Все у тебя самого, все для блага, сущего и во все любовь. Библия долбоеба, стих 15, агитка 20. Фух! Ёкарный бабай. Так, ладно, вот он, сайт. Угу. Бла-бла-бла, да, созидательное будущее. Агитки, агитки, агитки. Будто тут могло быть что-то иное. Так, вот это смело можете пропускать. Тут просто имитация бурной деятельности. Репортеры ходят и интервьюируют разные мероприятия, создавая иллюзию причастности. Ладно, ладно, первое, что меня интересует, нет, не почему мой чай снова остыл. Куй продаст, как говорил кто, правильно, Дарт Вейдер, кому выгодно, а точнее, кто платит за банкет. Мусей Велит говорил, что сами берем и делаем свободное от работы время, подразумевая, что они все делают за свой счет. Ну, логично, время же деньги. Так и хочется процитировать Геральта из Ривии. Наверное, это феи скинулись вам на замки и блестящие доспехи. Доспехов на латровцах я не обнаружил, хотя пес их знает. Это было бы вполне в их духе, ведь у них там всерьез есть каста воинов света. Да, это еще раз к слову о том, что они не секта. Но зато обнаружен вот этот вот и не только этот сайты. Красиво оформленные. Вот эти вот ролики, которые кто-то снимал, монтировал, рисовал красивые обложки. И нет, ребята, нет, не любой дурак так может. Потому что если бы мог любой дурак, то вы все, дорогие мои, этим и занимались. За такие-то деньги, правда? Посмотрите, сколько на фото символики, а сколько, говорят, было рекламы, билборды, флаги, плакаты. Международный уровень. То есть есть вещания на разные публики, на разных, возможно, языках. Я просто не в курсе. Но логично, чтобы оно так и было. Иначе в чем его международность? В том, что идиоты есть в любой стране? Это да, это я верю. Притом, если посмотреть на их картинки и поверить в них, мы тут лишь этим и занимаемся, принимаем все на веру, то идиотами полнится вся земля. А вот только посмотрите на этот интернационал-анал. У них тут есть еще собственная сеть телевещания, а также они печатают целую прорву книг в жестком, знаете ли, переплете. И, видимо, мы должны поверить, что это лично Велец с товарищами вышли в свободное от работы время и все это сделали своими руками, да? Ребят, а не дохуя ли у вас свободного времени? Вопрос вот такой вот концептуальный. Но давайте уже, наконец, посмотрим на факты. Достаточно просто зайти в раздел «Наши партнеры». Опа! О, знакомый символ. Сами себе партнеры? Понятно. Однако все это, ребят, копейки. На обозначенные мероприятия, да еще и в таких масштабах, нужны серьезные деньги. Очень, мать вашу, серьезные деньги. Помните удаленный комментарий о том, что деньги поступают от Украинского национального банка, партии Юлии Тимошенко, американских контор? В последнем я, кстати, даже как-то и не сомневался. Они всегда за поддержку всяких сект на вражеской территории. Хотя подтверждения этому тут вроде как нет. Про национальный банк тоже не знаю, а вот о связи с партией Тимошенко можно смело говорить, о чем сказано в расследовании Муцеры Алены. Однако зачем же терпать деньги из одного источника? Правильно, есть же краудфайдинг. По идее, именно это подразумевают адепты секты, говорят, что они никем не финансируются, а делают все сами. Что ж, справедали его, наверное, давайте. Давайте взглянем. Для сбора пожертвований у них есть отдельный сайт специальный. Да, и тут перечислены все их проекты. На самом деле, очень правильно и удобно. Даже немножко завидую. Я тоже хочу такой вот колесик, чтобы крутилось и показывало, насколько крут наш Легион. Но это я так. И вот специальные проекты. Ага. Камера Альфа-7 для АЛЛАТРА ТВ, город Днепр, 30 тысяч собрано. Распространение книги АЛЛАТРА по всему миру с помощью сети интернет, 112 тысяч собрано. Печать календарей 2021 года, 55 тысяч собрано. Популяризация уникальных передач АЛЛАТРА ТВ в сети интернет, печать доклада о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле на русском языке, печать доклада ископаемой, извините, исконной физик АЛЛАТРА на русском языке, календари, популяризация печать, печать популяризации календари, монтажные компы, камеры календари, печать и снова календари. Так. Извините. Кажется, я не туда зашел. Выберу-ка я пункт культура и искусство. Наверняка это про культуру и искусство. Это было бы логично, правда? Ммм. Компьютер для монтажа передачи «Единое зерно» на АЛЛАТРА ТВ. Оборудование для АЛЛАТРА ТВ город Запорожье. Компьютер для монтажа автоматических программ АЛЛАТРА ТВ. Расширение мощностей студии АЛЛАТРА ТВ радио. Компьютеры-компьютеры-расширение компьютеры-причем тут культура и искусство? А ну на-ка мне в штаны! Это же точно такое же попрошайничество, как и во вкладке соцпроектов. Блин, вы вообще знаете, что такое социальный проект? Или постройка подобного объекта, улучшение инфраструктуры. Например, у нас в Пензе люди просто объединялись в группы по 10-15 человек и занимались подобным. Восстанавливали спортивные детские клубы, музеи, восстанавливали освещение в парковых зонах, облагораживали территории. И заметьте, даже дорогой камерой монтажного компьютера для этого не понадобилось. А сколько еще таких объединений, о которых мы не знаем? По городу, по миру, у АЛЛАТРы есть что-то подобное? Вот, вроде как вкладка благоустройства. Ммм, посмотрите, как эта вкладка ломится буквально от проектов. Ох, как бы сайт не рухнул от такого давления, но не спешите радоваться. Хостел это только для участников проекта. Ох, ладно. О, о, так вот же, благотворительные проекты. Ох уж этот Иван-болван обманул нас. Вот же сколько добра они сделали. Да. Начнем подсчет. Оборудование для детского отделения Бориспольской ЦРБ, 14 тысяч. Медицинское оборудование в Очаковскую районную больницу, 40 тысяч. Музыкальные инструменты для талантливых детей, 32 тысячи. Мобильная служба помощи малоимущим, социальный патруль, 25 тысяч. Бесплатный медицинский центр для стариков и малоимущих, 30 тысяч. Кстати, вот хочется спросить, что за 30 тысяч гривен действительно можно построить бесплатный медицинский центр? Может, я чего-то не понимаю, конечно, но ладно, ладно. Медицинское оборудование в больницу города Борисполь, 30 тысяч. Социальная столовая в Киеве, 54 тысячи. Помощь детской районной больнице в Днепропетровской области, 42 тысячи. Репэр of Mobile X-Ray Diagnostics Equipment, 60 тысяч. Оборудование для института нейрохирургии, 27 тысяч. А все? Нет, тут нет второй страницы. И остальные вкладки, заметьте, тоже пусты. Там издано еще две книжки по 10 тысяч гривен. Но о книжках мы еще поговорим чуть позже. Итого, 355 тысяч гривен. Скажете, много? Нет. Нет, ребят, это немного. Учитывая курс гривны к рублю, это чуть-чуть меньше миллиона рублей. На восстановление пенсского клуба эстафеты было потрачено больше 700 тысяч, к примеру. 200 из которых это затраты на мероприятия по открытию. Там просто есть нюанс. Знаете ли, не все готовы давать именно деньги, но некоторые готовы дать продукцию. Например, на открытии была бесплатная раздача сладостей. Или понадобилось оборудование. Его в любом случае нужно было где-то взять. А тут как бы и не на реставрацию, с одной стороны, а вроде как и в общую смету все равно тоже вхоже. Так вот, на миллион можно было бы довести до Майтеджи-клуба или отреставрировать два таких. И что? Это вот вся АЛЛАТРА? А теперь те из вас, кто обладает мозгами и тягой к знаниям, посмотрите, сколько стоит ежегодное обслуживание нескольких сайтов, сети телевещаний и снабжение корпоративной символикой от организации. Да что далеко ходить-то, господи, и можно просто вернуться на вкладку соцпроекты. Да у них тот пункт популяризации уникальных передач АЛЛАТРА ТВ в сети интернет собрал почти столько же. А там этих пунктов вон, сука, сколько! Хм, знаете, это даже не насмешка над здравым смыслом, как по мне это плевок в лицо тем, кто в это свято верует. Да, именно верует. И нет даже смысла ловить их на противоречий, когда они говорят, что вне политики и религии, но тут же опровергают свои слова. Это сделали до меня и сделали гораздо лучше. Нет, это все не нужно, все лишнее. Достаточно просто посмотреть хотя бы один из их эфиров или иной ролик и просто даже не почитать, а посмотреть на страницы или название глав их книг. О, книг у них целая прорва, и знаете, что в них? Ну, а что может быть в книгах созидательной организации вне религий? Конечно же, эзотерика в чистом виде. Тут смешали все в кучу. И язычество, и зоростризм, и чуть ли не кастанеду даже, нумерологию и прочее мракобесие. Небесные тела, астрал, анау, арау, даже анунаков и рептилоидов приплели. Серьезно? Нет, нет, ребят, это не шутки, это не рофл, это не лолхек-чебурек. Они на полном серьезе это продвигают. Они на полном серьезе делают вот это. По просьбе наших друзей, моргни, пожалуйста. Не, не так. Моргни. Спасибо. Да, да, вам не показалось, она анунак, древняя космическая мать ваша раса. Херово я вам скажу, жнецы поработали, я смотрю, иначе не доглядели. А вот в этом видео они всерьез убивают и воскрешают курицу. Да, да, я тоже сперва подумал, что они не могут этого делать всерьез, что это такая шутка. Даже с моим многолетним опытом созерцанием масс идиотов я усомнился. Но нет, детишки, нихрена. Что в коробке, то и на коробке. Они всерьез инопланетяне, воскрешающие куриц. Да, как вы понимаете, портал в потусторонний мир был долгое время закрыт, но с появлением фотошопа он наконец-то открылся. А с приходом авторэффектс не осталось уже никаких сомнений, что удивительное, рядом. Я не знаю, каким нужно быть кретином, чтобы в это верить, и тем более не понимаю, каким кретином нужно быть, чтобы этим заниматься. Однако, они же всегда находят тех, кто верит. Тех, кто верует. И вот под эти реальные пляски с бубном, под эти рассказы про мантры, чакры, рептилоидов, с Нибиру, вот эти вот восковые куклы вещают о целях и задачах их ебанутого на всю башку сообщества нунаков. Уже не терпится приобщиться, не так ли? Ну так чё ж мы ждём тогда? Задачи проекта. Первое. Создать условия для построения мирным путём созидательного общества на всей планете. Фраза «общая», не значащая вообще ничего. Муж, ты когда пойдёшь работать? Когда ты работу найдёшь? Когда создам подходящее для поиска работы условие? Угу. Второй пункт. Узнать мнение людей по всему миру, хотят ли они жить в обществе созидательного формата и каким они его видят. Ну да, я догадываюсь, в каком формате будут проходить эти опросы. В таком же, в каком и всегда, в стиле «Вы за жизнь, за свет и созидание?» И что, кто-то должен ответить, мол, нет-нет, что вы, мы тут за разруху, за тёмных богов хаоса, да? Третий пункт. Представить платформу для всеобщего международного открытого обсуждения концепции модели созидательного общества во всех сферах жизни человека. Модель и концепция — это то, что должно быть указано в первом пункте, а не обсуждаться в предпоследнем. А вот последний, четвёртый пункт. Найти новые пути объединения всего человечества и создать условия для активного участия каждого человека в жизни общества вне зависимости от социального статуса или расповедания национальности. То есть у них нет ничего. У них опять создать условия, опять что-нибудь придумать. У них нет никакой конкретной программы. А что, первый пункт их эти вот самые условия создал недостаточно, хочется спросить. И снова фраза ни о чём конкретном. А давайте заменим все эти созидания и прочие блага на апельсин. Вот как примерно выглядит их программа. Как найти апельсин? Первое — создать условия для поиска апельсина. Второе — узнать мнение людей по поводу поиска апельсина. Третье — предоставить платформу для поиска апельсина всем двором. И четвёртое — найти новые пути и условия для поиска апельсина, потому что на старые уже все забили. Уже не так созидательно, правда? А я ведь почти ни слова не изменил в их программе. Но теги уже не те. Да, уже не те. Ведь когда речь идёт не об апельсинах, а о добре, о созидании, да, сознание отключается. На то и расчёт. Такая вот жопа. Расходимся. А, что, это ещё не всё, что ли? А, ну да, есть же ещё направление деятельности. Вы знаете, как построить созидательное общество? Нет, вы не знаете, как построить созидательное общество. Я вам сейчас расскажу, как его построить. Социальные опросы и интервью, проводимые по всей планете для освещения мнения международной общественности. Понятно? Пропаганда. Международная конференция специалистов в формате «Игра профессионалов». Понятно? Кружок по интересам. Организация социально значимых мероприятий в форумах, профильных встреч, круглых столов, чем вам квадратно не угодили. Теологических вебинаров, онлайн-видеоподкастов и участие в подобных мероприятиях на других платформах по всему миру. Понятно? Пропаганда. Публикация аналитических и исследовательских статей, авторских и экспертных мнений, обзоров, интервью и других информационных материалов. Понятно? Пропаганда. Создание видеопередач, презентационных и социальных роликов, документальных фильмов и видеообзоров. Понятно. Пропаганда. Одна сплошная пропаганда. Строит ли эта пропаганда созидательное общество? Нет. Она просто вводит смуту в и так залитые, по-моему, по самый край головы людей. Мало нам то информационные знаете ли гнили нескончаемым потоком льющийся отовсюду. Мало нам громадных нескончаемых куч навоза, среди которых приходится отыскивать бриллианты, ныряя в эту субстанцию. Так еще и созидательное общество решило докинуть маленькую такую какашку в общую кучу. Кстати, у этой какашки есть еще восемь постулатов, восемь основ созидательного общества. Это, так сказать, базис, фундамент всего и вся. Ну, что уж там, давайте взглянем, раз пришли, потому что чует моя чуйка, что больше я сюда не ногой рептилоидом не в Нибиру. Постулат первый. Жизнь человека является наивысшей ценностью. Жизнь любого человека, за человека с большой буквы, заметьте, нужно беречь как свою собственную. Цель общества обеспечить и гарантировать ценность жизни каждого человека. И нет и не может быть ничего более ценного, чем жизнь человека. Если ценен один человек, значит ценны все люди. Вот мне очень интересно, как это соотносится с отменой государств. Людей на земле всего ничего было, а Кайн уже убила Абеля. Или если вы верите в то, что ваши предки были обезьянами, ну там тоже все было примерно так же. Все эти созидатели такие благостные, когда лепещут о своих светлых мирах, но попробуй в них, вот ткни палкой в комментариях, вот попробуй просто с ними не согласиться, там они тебя на куски порвут. А теперь представь, что нет никаких ограничений и ответственности. Они порвут тебя буквально. Да, к этому и стремятся все родители за свободу, к полной безнаказанности и вседозволенности. Только вот свобода это самоограничение, это когда ты можешь сделать что-то, но не делаешь, потому что понимаешь, что так делать нельзя. И всегда должны быть стражи этой самой свободы и те, кто их содержит. Государство это не заговор против человека, это единственная форма социального существования человека. Об этом говорили еще древние мудрецы, но что там эти мыслители, какое АЛЛАТРА до них дело? Кстати, первый пункт они просто в наглую взяли из Конституции. Там так и написано во второй статье «Человек, его права и свободы является высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства». Тогда в чем разница? Постулат 2. Каждый человек по праву рождения наделяется правом быть человеком. Вау! А мужики-то и не знали. Все люди рождаются свободными и равными. Каждый имеет право выбора. Не может быть никто и ничто на земле превыше человека, его свободы и прав. Осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других людей. Кстати, людей с маленькой буквы. Что это за безобразие? Аллатра, вы куда смотрите? Надо говорить «людей». Это, кстати, тоже сказано в той самой второй статье Конституции, в той же самой строчке, просто без всех эрических речевых оборотов. А можно я реализую свои права методом борьбы с сектантским отребием Аллатры? Нет, нельзя. Как обычно, важна только та свобода, которая разрешена? О, как интересно. Попробуйте на досуге поговорить с ними на эту тему, если уж так хотите. Постулат номер три. Никто и ничто в обществе не имеет права создавать угрозы для жизни и свободы человека. Каждому человеку гарантировано бесплатное обеспечение основных жизненно необходимых потребностей, включая жратву, жилищи, медицинское обслуживание, образование, полное социальное обеспечение. Научная, производственная и технологичная деятельность общества должна быть направлена исключительно на улучшение качества жизни человека и бла-бла-бла. Для всего этого существует государство. Все это прописано в уголовных административных кодексах, семейных и целые прорвища других кодексов. Если вы начинаете сипеть о том, что все это куплено, судьи продажные, менты продажные, врачи продажные, вопрос, а что вы сделали, чтобы этого избежать? Вы созывали собрание? Вы подавали коллективные жалобы, привлекали к этому внимание общественности, отстаивали прилюдно свои чужие права или нет? Вы в перемешку с Путином уходи и рассуждали об анунаках? Надеюсь, что далее кратко. Прозрачность и открытость информации для всех. Давай начнем с твоих интимных фоток, сучка. Хотя, знаете, вот на эту ануначку я бы даже по пьяни не взглянул, она же страшная. Нет, какой-то неестественностью несет, как от мимика в Dark Souls 3. Вроде выглядит красиво, но, знаете, лучше, блин, это вот не трогать. Идеология должна быть направлена на популяризацию лучших человеческих качеств и пересечении всего, что направлено против человека. Как это все связано с чакрами и прочей дрянью, я не знаю. Любое общество созидательно, так или иначе, в противном случае оно разваливается. Сюрприз. Каждый человек в созидательном обществе обладает правом на всестороннее знаете ли. Каждый человек и без вашего созидательного общества имеет право на самореализацию. Для этого не нужно покупать ваши книжки и расклеивать плакаты. Все природные ресурсы принадлежат человеку и честно распределяется между всеми людьми опять людьми с поля кобогу. Да что такое? Ай. Продолжаем витать в облаках, да. Вот нахер мне грузовик с углем, что я с ним буду делать? Да. Даже при условии, что его тут же не испионерят и не продадут налево. Ай, блин, кретинам от того, что мне приходится все это объяснять. Это же основа. Это мы еще в детстве учат. А я тут распинаюсь. Неужели я так низко пал? Что я как какой-то лох? Ладно. Каждый человек имеет право участвовать в управлении делами созидательного общества и в принятии законов на улучшение жизни человека. Ну да, да. Завтра я проголосую в вашем созидательном обществе, чтобы того, кто это писал, разделили и высекли плетьми. И никто мне ничего не сделает, потому что нет контролирующих органов власти. Господи, да при вашем налете элитарности вы погрязнете между особицах, доказывая друг другу, кто из вас мирнее и ближе к созиданию, рубя друг другу голову при этом. Вы за созидание, как обычно, весь мир готовы сжечь. А потом из этих вот обугленных обломков построить шалаш, чтобы в нем изогнуться. Вот ваше будущее. В теории. На практике никто вам этого сделать не даст. Даже на Украине, где подобные лозунги его очень любят. Кстати, официальные власти Украины говорят, что все это опять москальский заговор. Что, кто-то удивлен? Наверное, и церковный раскол тоже мы устроили. Да, глупый вопрос. Впрочем, я не думаю, что сбор денег единственная задача этой секты. Видите ли, чтобы править людьми, они попытаются превратить общество в тупоголовых дегенератов, искренне исповедующих их учения. И у вас уже наверняка возник вопрос, а чем лучше классические религии, ты же сам вроде как верующий человек? Ну, знаете ли, объяснить это неверующим людям, не знающим основу к примеру православия и искренне считающих, что бог это, мужик на облачке, который делает людям гадости, я не смогу. Это как объяснять ложное логарифмическое уравнение человеку незнакомому даже не то, что с таблицей умножения, а в принципе с цифрами. Незнакомому и нежелающему знакомиться, потому что ржать над тупыми веронами, это же прикольно, а мы тут все такие разумные. Однако, именно такие вот разумные чаще тех самых верунов попадают в подобные секты. В этом и заключается та самая ирония, о которой я сказал вначале. Так человек устроен, сколько не пытайся корчить и себя с писи его циника, раньше или позже в тебе проснется тяга к познанию фундаментальных основ мира. Ты, если ты, конечно же, не полный кретин, в любом случае задашься вопросом, как все это было создано, что является источником, как функционирует, и наука не даст тебе исчерпывающего и удовлетворяющего ответа. И тут человек начнет искать. И вот тут с распростертыми объятиями и смазанным хером его ждут всякие Аллатры и еще десятки тысячи, сотни тысяч учений. Да, люди готовы веровать всерьез во что угодно, вот прям совершенно во что угодно, в золотых тельцов разных форм, как стать богатым, успешным. Отсюда такое засилие социальных сект, где религия заменена на накопление, скажут социологи, а на деле точно такой же бог с рогами, как и раньше. Они будут верить в плоскую землю в 2020 году, в Нибиру, в Анунаках, в астральные тела, в нумерологию, да хоть в культ Ктулху, но главное не в бога. Не, не, мы че, верунышники тупые, не, мы умные люди, да. Свою потребность в вере они с радостью закроют любым суррогатом, лишь бы не смотреть правде в лицо. Ведь с чего начинается путь христианина? С того, что ты понимаешь, ты несовершенен и слаб, без помощи бога ты не справишься. Но нет, современное созидательное не очень общество построено на самосозерцании. Мы венец всего, мы и есть боги. И, в принципе, да, если посмотреть отношения адептов к своим кумирам, они и вправду для них боги. Воланда на них нет. Таким людям трудно что-то объяснить. Ну, а все остальные могут просто посмотреть на то, что предлагает церковь, а именно конкретные действия и конкретные результаты, плюс совместный поиск ответов на важные для вас вопросы, а также на то, что она делает, а именно молча и без сборов на монтажный компьютер за 300 тысяч гривень, содержит приюты, питомники, дома престарелых, помогает людям постоянно, ежедневно. Просто об этом не рассказывают в новостях. И не нужно говорить про попов на мерседесах и педофилах в рясах. Если это все ваши аргументы, то вы достойны всех этих АллатР. Будто бы среди неверующих нет педофилов и зажравшихся богачей. Церковь – это ее люди, а люди – это всегда люди. Так что нет смысла спускать всех собак на Велерда и на других подобных людей. Он – жертва. Он не первый и не последний из тех, кому задурили голову сказками о рае, где все такие самодостаточные и культурные, что даже не плюются и матом не ругаются. Таких сект, как АллатРа, тысячи, и столько же еще появится. Они прячутся за красивыми громкими названиями Созидание, Свет, Сплоченность, Ра. На деле это те же яйца, только в профиль. Всегда одно и то же. А знаете, как построить по-настоящему Созидательное общество? Я, сука, знаю, как построить Созидательное общество. Прекратить страдать херней и искать оправдания своим неудачам, ведь и государство, президенты, ментов и врачей там, где этого нет и в помине. Это не менты в целом, как система заставляет вас воровать и убивать и иным способом приступать закон. Не врачи виноваты в том, что вы не заботитесь о своем теле, а потом требуете от них чудо. Не президент загадил ваш подъезд и нахамил вам в автобусе. Конечно, всякое случается, но, как обычно, один человек из ста сделает гадость, отвечает за него остальные 99. Пока мы будем считать ментов продажными, страну парашкой и условия жизни невозможными, а на любой запрос так сделай лучше распевать заклинания про совершенное общество на самоуправлении, все так и останется. Общество это не они, общество это вы, это я, это мы все. И полиция, врачи, правительство такое, потому что мы сами такие, они не прилетели к нам с Нибиру, их не создали в пробирке. Недаром же говорят, что народ имеет то правительство, которое заслуживает, потому что иначе и быть не может. Глупо сеять картошкой, удивляться, почему взошла картошка, а не малина. Вот с понимания этой прописной истины и начинаются первые шаги к построению настоящего созидательного общества. А с лозунгов АЛЛАТРА начинается лишь баранье бление АТАРЫ под одобрительной китки ЧАБАНА. Вместо прощания скажу, да, я знаю, что я ничем не лучше, что я значительно хуже, что не читал их книг, а потому ничего не понимаю, а если читал, то не понял, если понял, то не так, что лучше бы я снимал про игры, потому что ни во что другое я не умею и что с такими, как я, точно не построить светлого созидательного общества. Но когда и кого это останавливало? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok